Добрый день! Сегодня целых три головоломки. Это фруктовая серия от компании Фанкси. Там включается в себя яблоко, лимон и самое интересное это банан. Если мы вспомним производство компании Мою или каких-то неизвестных брендов яблока, то это уже головоломка была. И принципиально никаких отличий фанксиновского яблока от этого нет. А лимон я вижу впервые, ну и бананы подавно. Если кто-то видел лимон раньше, напишите, будет интересно, наверное. Поставляются эти головоломки либо по отдельности в коробочках, либо набором в одной коробке три штуки. Вот у меня как раз по отдельности. Мельком посмотрим. Лимон, лимон. Ну и на каждой коробочке нарисовано какие виды есть. Яблоко, лимон, банан. Красивые картинки. Это был лимон, яблоко. Уже на самих коробочках показано, что головоломка меняет форму. Ну и собственно банан. Самая маленькая упаковка получается у лимона. Ну, самая крупная, вытянутая у банана. А объемная, наверное, все-таки у яблока. Ну, кратко коснемся яблока и лимона. Внутри такой светлый, все видимо, сникрашенный пластик. Вращается очень хорошо. Ну, из-за своей формы. Ну, некоторые алгоритмы сделать не очень удобно. У яблока есть такая веточка. За нее можно дернуть. Под ней обнаруживается регулировочный винт. Не так давно ко мне обратились. Просьба помочь собрать яблоко. Но поскольку люди не умели собирать кубик Рубика, я как раз посоветовал извлечь вот эту веточку, ослабить и поменять механические детальки, чтобы получилось целое яблоко. Ну, вообще, если вы не умеете собирать кубик Рубика, хотя бы 3 на 3, то вот эти головоломки собрать будет трудно, скажем так. Это шейп-моды обычного кубика Рубика. Это то, что касается яблока и лимона. Бонан же, это совершенно не кубик Рубика. Это нечто другое. Так убоит 2 на 2 на 3. Давайте сначала с яблочком до конца разберемся. Если вспоминать мое старое яблоко, то здесь также одинаковые ребра на каждом слое, одинаковые углы, так же, как и на этом. Ничего нового. Здесь углы, они как бы похожи, что симметричные, но если сделать пару пик-папов, мы видим, что этот угол ориентирован неверно. Делаем еще два. То есть мы как бы оставляем на месте, но он переворачивается. То есть четко видно, что уголок стоит неправильно. И довернем до конца. И теперь все ровно. Здесь как бы история та же. Но если рассматривать вот эти нижние уголки, я специально вот развернул парочку, то вот неправильно ориентированный угол выглядит вот так. Визуальному отличить трудно. То есть больше на ощупь это можно сделать. Что вот этот, что вот этот. Это стоит правильно, вот этот нет. С верхними углами такой проблемы нет, поскольку они не так симметричны относительно самих себя. То есть вот сразу видно, что ориентированно неверно. Делаем пару пик-папов. Еще раз перевернулось. Ну и еще два. Уголок вставал на место. И те же на ощупь в основном. Ну и на ремоне, соответственно, та же самая история. Верхние уголки, они вытянуты, а нижние такие вот прям почти правильный треугольник. Почти, да не совсем. То есть здесь можно так же. Не всегда понятно. Ну здесь я вроде выровнял уже все. То есть на ощупь буквально такие же моменты отслеживать, что чуть-чуть уголки стоят неправильно. Возможно, кто-то на это внимание обращать не будет. Ну такой момент и есть. Понятно, что на яблоке, что на лимоне не потребуется делать этап перестановки ребер и этап перестановки углов. Здесь важно выполнить только на третьем слое ориентацию. Поскольку ребра сами по себе одинаковые, уголки и тоже. Ну на каждом слое. И здесь, и здесь. Вот так вот выглядит пара, которую можно ставить на место. Подробно останавливаться на яблок с лимоном больше не буду. Разбирать, перемешивать тоже. Это обычные шипмоды 3х3 без каких-либо изысков. Пусть на фоне полежат. Давайте к банану. Я вообще купил всю эту серию ради банана. Так бы яблоко-то мне уже было. Банан заинтересовал. Я весьма благосклонно отношусь к кубоиду 2х2х3. Даже занимал призовые места в чемпионатах по светкубингу в этой дисциплине. Который проводили в качестве дополнительной. Поэтому банан, который шипмод. Первый шипмод, который я увидел кубоиду 2х2х3. Я естественно купил. То есть мы видим, вращается верхний слой, средний слой, нижний слой. Ну и как 2х2, банан тоже вращается. Вот так вот. Интересно меняет форму. Вот такой вот банан. Ну и наверное сборочку вам покажу. Как это делается. Здесь по сути можно большую часть собрать интуитивно. Размешаем как-нибудь. Вот так вот перемешан банан. Можно сначала собрать средний слой. Ну это вполне интуитивно делается. Дальше можно попробовать, ну вот эти вот фактурные элементы пообъединять. Нам достаточно будет каких-то 2х. Давайте вот этот. Такой и вот такой. Объединили. Ввели в сторону. Ну чтобы сохранился средний слой. Хотя это сейчас не обязательно. Посмотрим где ему было бы хорошо стоять. А вот наверху он как раз стоять и будет хорошо. Я отведу это место вниз. Смотрим. Вот эта часть тоже хорошо подходит. Ну чтобы все-таки середину не ломать. Отведем вот так вот в сторону. Поднимем. И вот так вот. Ну и можно было так же интуитивно этот второй блок собрать. Ну и мы видим, что здесь два элемента стоят на местах. А вот эти два нужно поменять. И это тот же самый алгоритм, который на 2х2х3 меняет два вот этих элемента. Я его делаю вот таким образом. Можно применить и какой-то другой. К примеру, ТПРМ для кубоидов. Тоже будет хорошо работать. Здесь ставим вот эти два неправильных перед собой. Делаем так. Вверх. Вниз. Ну это формула E-square, если кто-то не узнал. И вот. Что это? Это банан. Почти собранный. Ну теперь уже точно собранный. Вот такая вот. Не особо хитрая головоломка, но достаточно интересная. Для коллекции очень даже. Вы здесь видим болтики. Строение. На яблоко и лимон я, конечно, приложу картинки. А банан и так видно. Все, что здесь внутри. Для полноты картины перемешал лимон с яблоком. Яблоко, конечно, выглядит эпичнее, потому что оно крупнее. Ну а в принципе это вполне качественно сделанные головоломки, которые наверняка будут неплохим подарком кому-либо. Но главное, чтобы человек умел собирать кубик рубика. Хотя бы кубик рубика. То есть обычные 3х3 надо уметь собирать. Иначе, если вы кому-то подарите лимон, он будет, конечно... Он может его и соберет со временем, но он будет не так доволен. Если бы уже умел собирать кубик и получил бы лимон, сам бы разобрался, порадовался и был бы счастлив. На самом деле, что яблоко, что лимон, они легче, чем кубик 3х3. И здесь не нужно знать пилл. Так что я, возможно, даже сделаю отдельно обучающее видео. Ну, на банан точно сделаю когда-нибудь. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok